Добрый вечер! Программа «На частоту» на телеканале ТДК-42. Я и ведущая Злата Удовиченко. Готи нашей сегодняшней студии это депутат мужелеца парламента Республики Казахстан Елена Ивановна Тарасенко. Елена Ивановна член комитета по экономической реформе и региональному развитию. К тому же она заместитель председателя национальной комиссии по делам женщин при президенте Республики Казахстан. Поэтому говорить сегодня будем на различные темы. Звоните в студию, задавайте свои вопросы. Елена Ивановна на них постарается ответить. Елена Ивановна, какими вопросами занимается комитет по экономической реформе и региональному развитию, членом которого вы являетесь? Основные направления вашей деятельности. Спасибо. В целом я хочу сказать, что в Можелесии парламента Республики Казахстан работает 7 комитетов. Депутаты распределены по комитетам, потому что законопроекты, которые поступают к нам, они естественно делятся по профилю. И вот комитет по экономической реформе и региональному развитию очень активный комитет, в который поступает большое количество законопроектов, поскольку направлены они в основном на те позиции, которые на реформирование экономики и, конечно, вопросов регионального развития. И в частности, вот мы совсем недавно начали большую работу над предпринимательским кодексом. Идет работа очень большая о регулировании торговой деятельности. В целом рассматриваются все законопроекты, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. И, конечно, те позиции, которые касаются развития регионов. Это и вопросы местного самоуправления, и очень много сфер. Поэтому за сессию приходят законопроекты, которые разрабатываются правительством Республики Казахстан. Депутаты Мажелиса имеют право законодательные инициативы и рассматриваются законы, которые инициирует президент Республики Казахстан. Ну вот хочу сказать, что по итогам нашей работы четвертой сети пятого созыва мы рассмотрели 184. У нас в портфеле находилось 184 законопроекта, из них 113 законопроектов было принято, и 90 законопроектов стали законами, поскольку они были подписаны главой государства. И в целом я хочу сказать, что если в первой сессии четвертого созыва, это период 2012 года, было рассмотрено 70 законопроектов, то сейчас вы видите, насколько реформы позволяют нам разрабатывать и рассматривать законопроекты, работать над ними, поскольку сегодня такая тенденция идет, чтобы законопроекты были направлены именно на практическое действие, то есть чтобы они могли работать, содержали прямую направленность. И, в общем-то, по анализу, согласно анализу, очень много нормативно-правовых актов потом, которые разрабатываются к законам, то, наверное, все-таки лучше, когда закон является прямого действия. Поэтому сейчас вот такая работа ведется. Согласна. У нас уже есть первый телефонный звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Елена Ивановна, у меня вопрос у вас такой. Я житель поселка Курлозерного, так, момента 82. И вот год и два месяца я живу без воды питьевой, так, новое водоснабжение частного дома. У нас водомер располагает в шахте весь поселок. Хотя по проекту у меня дом зарисован, понимаете? Имеется пакет документов полный. Хорошо, спасибо вам за вопрос. Спасибо за вопрос. Я понимаю, что это вопрос местных исполнительных органов власти. Значит, я готова ответить и рассмотреть конкретно ваш вопрос. Если вы предоставите мне письменное обращение, мы обратимся в Аким от города и проясним ситуацию. А, в принципе, заявление на имя депутатов Мажелиса вы можете оставлять в приемной в партии Нур-Утан областном. И они всегда, письма, обращения до нас доходят. И мы разбираемся по каждой конкретной ситуации. Спасибо. Елена Ивановна, вот вы одна из тех, кто активно поддерживает, поднимает вопросы об экологии Урала. Вот буквально вчера вернулась экспедиция, очередная экспедиция «Жаик-Урал». Я знаю, что с вашим участием мои коллеги подготовили видеоматериал по этому поводу. Давайте посмотрим. Спасибо. В этом году традиционная экспедиция посвящена Году Ассамблеи народа Казахстана и 70-летию Великой Победы. Участие в ней приняли представители не только Казахстана, но и России. В состав российской делегации вошли вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов и председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев. По итогам завершения экспедиции Аким Западно-Казахстанской области Наруан Ногаев отметил важность решения экологических проблем трансграничной реки. Как сказал президент нашей страны, президент Республики Казахстан Машултан Абишевич, Российская Федерация является стратегическим партнером нашей страны. И также для России нет ближе соседа, экономического, политического партнера, чем Республика Казахстан. Поэтому я считаю, что мы все были, есть и должны всегда выступать вместе. Чиновники, спортсмены, ученые, писатели и журналисты – все они уже не первый год занимаются исследованием проблемы водной артерии, соединяющей два государства – Казахстан и Россию. Проблема сохранения экосистемы трансграничной реки сегодня не просто актуальна, она требует незамедлительного решения. На сегодняшний день являются острыми вопросы обмеления и загрязненности реки. На очистку Урау только на территории Казахстана требуется свыше полутора миллиардов тенге. Решение этой проблемы – задача, которая под силу только Союзу двух республик. Нам очень приятно, что сегодня именно казахстанская российская экспедиция «Урал-река дружбы» объединила еще больше две нашей ассамблеи. И тот протокол намерений, который мы сегодня подписали – это шаг еще к большей нашей дружбе. Потому что лидеры наших стран, Инусултан Абишевич Назарбаев и Владимир Владимирович Путин всегда говорят о том, что Россия и Казахстан должны быть вместе. Российские и казахстанские народы жили и будут всегда жить в дружбе. Маршрут протянулся от поселка Приурального до набережной реки в Уральске. Участники экспедиции оценили состояние реки на всех участках. Работа велась под руководством депутата Мужелеса парламента республики Елены Тарасенко. Здесь, на берегу нашей замечательной реки, сегодня находится много участников. И правильно сказали, потому что в эти годы через экспедицию прошли замечательные, знаковые люди. В ходе проведения экспедиции было отмечено, что необходимо подготовить обращение к правительствам Казахстана и России по разработке предложений и документации о придании реке Урал статуса особо охраняемой природной территории. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Замечательный сюжет. Елена Ивановна, я хочу сказать, у нас просто есть телефонный звонок, сейчас ответим на него, и потом вернемся к этой теме. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. А, здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели задать депутату. Пожалуйста. Вопрос. Я сам, меня зовут Сабитов, фамилия. Я 2-й группа инвалид, живу в городе Уральска, микроэнга Морда, дом 1. Я хотел задать вопрос насчет пенсии. В прошлом году президент сказал, 2-й группа инвалид, 1-й группа инвалид, потом это студентам 25% 1 июля 15-го года. Я жду, жду, нету. Начисляет, добавит. У меня сейчас пенсия 25 тысяч, когда хлеб стоит 75 тенге. Уходит мне мысль на лекарства 10 тысяч. Как я буду жить? Хорошо. Я поняла ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Республиканский бюджет на будущий год будет рассматриваться в Можилисе осенью. Значит, эти вопросы все будут подниматься. И мне задавали этот вопрос уже не раз на встречах, которые проходили сейчас здесь. И поскольку бюджет 2015 года завершается, значит, мы эти вопросы все будем поднимать при рассмотрении бюджета 2016 года. То есть можно будет рассчитывать на... Вопросы, касающиеся инвалидов, которые нам задавали, мы их сейчас взяли во внимание и будем работать над ними. Спасибо. Елена Ивановна, вот возвращаясь к сюжету, который я прошел, вот уже 19-я экспедиция завершилась, да? На ваш взгляд, есть ли реальные результаты этих экспедиций? Если есть, то какие это результаты? Однозначно есть результаты. Вообще, в целом, наша экспедиция, она такая широкомасштабная. Мы вообще саму эту экспедицию рассматриваем как форму сотрудничества. Форму сотрудничества двух регионов, прежде всего, и наших государств, потому что само ее название включает смысл. Историко-культурная экологическая экспедиция. Она и начиналась как историко-культурная, потому что мы хотели вот такой формой сотрудничества исследовать большое наше историко-культурное наследие, нести культуру, встречаться на берегу с людьми, рассказывать им о вопросах государственной политики, о том, какие великие предки жили на берегах нашей реки, какое наследие они нам оставили. И что необходимо это наследие продолжать, его необходимо обязательно передать нашим потомкам. Поэтому в экспедиции много лет уже работают и старшие поколения, и ученые работают, и пропагандисты. Информационную работу мы большую выполняем. И вместе с тем здесь у нас очень много молодежи. Что касается экологической части, то, безусловно, мы использовали эту экспедицию как форму выражения «глаза народа». То есть вот те обращения, которые мы принимали на митингах, на различных конференциях, мы добивались встреч на уровне правительства. Если вы помните, в 2010 году к нам по просьбе экспедиции, участников экспедиции и депутатов, к нам приезжал премьер-министр, чтобы рассмотреть комплекс мер по сохранению экосистемы Урала. И вот за этот период весь переговорный процесс, который шел в течение этих лет с российской стороной, это очень непростая работа. Но участники экспедиции каждый год, проводя сами экспедиции, мы эти обращения постоянно направляем. И вместе с тем направляем депутатские запросы. И в итоге, благодаря этому, сейчас переговорный процесс завершается, и мы добивались поиска механизма, потому что необходим было взаимодействие двух государств. Чистос на какой-то комитет, да, вот насколько мне известно. И будет сейчас, вот мы очень долго шли к этому. Сначала говорили, что это должен быть комитет, потом это должен быть фонд по спасению Урала. Но у нас очень разные законы у двух стран. И чтобы вот все это как бы отработать и получить, и найти механизм, юристы и переговоры министерств двух стран пришли к тому, что это все-таки будет межправительственное соглашение. И главное, что российская сторона признала Урал и в целом трансграничный бассейн признать экосистемой. Потому что мы ведь речь ведем не об одном Урале, это целая система рек, притоков, родников и пойменных лесов, животного, растительного мира. И поэтому Россия с нами согласилась. И сейчас проект соглашения российской стороной согласован, он находится на казахстанской стороне. И мы ждем, что оно будет подписано. А в рамках соглашения начнет работать постоянно действующая казахстанская российская комиссия, которая и будет эти предложения вырабатывать. Именно направленные на финансовые вопросы, в том числе. Елена Ивановна, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Мерлан, я из города Уральска, житель города Уральска. У меня, Елена Тарасенко, вопрос такой, первый вопрос. По поводу питьевой воды в поселке Диркул. Второй вопрос, контейнеры. Третий вопрос, дорога. Когда нам обещают вот эту дорогу и транспорт? Маршрутный транспорт. Допустим, у нас дети. По поводу воды, конкретизируйте, пожалуйста, вопрос. Что вы имеете в виду? Питьевой воды, питьевой воды. Сейчас в Диркуле нет питьевой воды? Да. Второй этап. Все понятно. Спасибо за вопросы. Я их обязательно адресую Акиму города Уральска. И обязательно на эти ответы вы получите вопросы. Я собираюсь приехать в Диркульский сельский округ, посмотреть. Действительно, вопросы эти есть. И наверняка они будут решаться. Если идет задел проекта, если было начато, значит и завершение обязательно будет. По срокам уточнимся. Что касается дороги, то я знаю, что эти вопросы будут отрабатываться. Дорога будет строиться. Она будет в ближайшее время строиться. И вообще в целом надо сказать, что инфраструктурные проекты у нас сейчас благодаря политике, нашей программе, новой экономической политики Нурлыжол. Значит, эти вопросы все находятся и на государственном центральном уровне, и на уровне местной исполнительной власти. То есть сейчас бюджетные средства рассматриваются. Но в целом вы прекрасно знаете, что сейчас у нас как бы денежные средства, они строго распределяются по всем проектам. Поэтому я вас благодарю за эти вопросы, потому что это точечные вопросы. И я их обязательно задам Акиму, потому что 5 августа будет проходить сессия городского маслехата. И мы вот эти вопросы все рассмотрим. Спасибо вам. Вы знаете, у нас еще один вопрос, давайте ответим на него тоже. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да, да, добрый день. Я хотел задать вопрос насчет... Нам дали удостоверение, да, что мы служили семьи Балатинскому. Да, да, добрый день. Так. Я хотел задать вопрос насчет вдоль удостоверения, да, что мы служили семьи Балатинскому. Отойдите, пожалуйста, от телевизора. Теперь вот это удостоверение, там есть же пункты, 9, 10, что положено нам, да? Почему это не выполняется, хотелось спросить депутата. Хорошо, вопрос понятен, спасибо. Все вопросы, которые задаются, они, конечно, адресуются в адрес правительства. Поэтому мы как бы над этим вопросом тоже будем работать, потому что по семей палатинцам, я знаю, такие проблемы есть. И сейчас вопросы же фиксируются, и звонки, наверное, фиксируются, да? Поэтому, чтобы мне потом адресно ответить, вы такую возможность мне предоставите, да? Да, конечно. По конкретно каждому вопросу. Вы знаете, вот я посмотрела ваши запросы депутатские, знаю, что вы большое внимание, скажем так, уделяете вопросам образования, да? Вопросам, связанным с образованием. Вот мне интересует ваше мнение относительно, вот упразднили детское питание бесплатное, да? И вопрос со школьной формой. Меня очень волнует ваш взгляд на эти предметы. Нужно ли детское питание? На каких условиях? Нужна ли школьная форма? На каких условиях это нужно? На ваш взгляд? Спасибо. Очень хороший, важный вопрос. Ну, во-первых, детское питание, как таковое, не упразднили. Оно будет. Просто изменен подход к бесплатному горячему питанию. И поскольку из средств местного бюджета выделялись средства на бесплатное питание учащихся младших классов, горячее питание имеется в виду, которое было бесплатно для всех. Сегодня будет просто дифференцированный подход. Семьи, которые имеют достаточно средств, то есть достаток имеется в семье, значит, как президент сказал, родители своему ребенку булочку смогут купить. То есть, обеспеченные семьи достатком, значит, питание, ну, так как было в школах, так и будет. Просто его нужно будет покупать. А вот то, что касается семей малообеспеченных, социально незащищенных, семей, которые многодетные, семей, которые воспитывают детей на патронатное воспитание, опекуны, и вообще семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, вот в данной, значит, категории, она будет обеспечена бесплатным горячим питанием. Это будет решаться за счет средств местного бюджета, и это будет рассматривать каждая отдельно школа. То есть, родительский комитет вместе с директором будут получать заявки от родителей, от семей, и там есть критерии, которые разработаны. И таким образом будут с 1 сентября уже определены категории детей, которые будут питаться бесплатно. Я-то хотела уточнить, вот вы сказали о том, что семьи, которые там малообеспеченные и тому подобное, я сталкивалась с таким мнением, что люди говорят, что у меня четверо детей, и вроде мы живем достаточно приемлемообеспеченно, но если нас придется кормить на каждого ребенка по 500 семей в день, мы как раз придем в разряд малообеспеченных. Я вам еще раз говорю, что там, где четверо детей, это уже многодетная семья. Поэтому еще раз хочу акцентировать внимание на том, что каждая школа сегодня будет рассматривать состав семей, и будет подходить родительский комитет вместе с директором школы смотреть по заявкам и по составу классов. Мы же знаем все ученики, в каких семьях они живут. И есть такая категория, как люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Вот сегодня, допустим, случилась беда, какие-то дети-сироты, ну что-то еще. Поэтому здесь вот отдельно каждая семья, она будет рассматриваться. И я знаю, что городской бюджет, во всяком случае, на эти цели, вот такой категории, как они сейчас говорят, они уже подготовили эти все расчеты, где-то 2,5-3 тысячи семей попадают. И вот 70 миллионов тенге выделено на это питание. Поэтому здесь индивидуальный подход. И я думаю, что здесь не нужно создавать никакой паники и никакого ажиотажа. В школьной столовой как работали, так и будут работать. И сейчас даже вот в соответствии с новым законом о госзакупках, ужесточили требования к качеству питания в школьных столовых и вывели их из закона о госзакупках. Это тоже мы считаем очень важно. Я хочу сказать, что детское питание, как важнейшее питание, это основа нашей нации, дети. Поэтому здесь очень четкие подходы и у правительства, и у местных органов образования. Что касается школьной формы, то мое мнение такое, что школьная форма должна быть. Она дисциплинирует, она подтягивает, она настраивает на рабочий процесс. Сейчас школьные формы, допустим, также определяются в школах, коллективами, разрабатываются. Но, наверное, все-таки здесь нужен подход единой школьной формы. Ну, это вот мое мнение, каким образом здесь Министерство образования будет определяться в перспективах. Но я думаю, что мы к этому придем. Елена, у нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Меня зовут Елена. Да, да, слушаем вас. Да, я представляю представитель предпринимателей, так скажем, на рынке. Продолжайте, пожалуйста. Вот в этом году в связи с резким падением рубля... Слушаем вас, слушаем. Продолжайте, пожалуйста. У нас ухудшилась торговля, в принципе, вообще ее практически нет, потому что большинство местного населения из приграничных зон все уехали в Россию за покупками. Вот у меня вопрос такой. А есть ли какие-нибудь поправки там в законодательстве или какая-то помощь от государства именно для представителей малого бизнеса на рынках? Потому что мы все пострадали от резкого падения курса рубля. Вопрос понятен, спасибо большое. Елена, я так понимаю, по вашему профилю. Да, у нас время подходит к... Мы как раз сейчас работаем уже в течение последних полугода на законам о регулировании торговой деятельности. Вот там вопросы, которые рассматриваются сейчас законодательно, в целом по подходам и к продаже товаров, и вообще к рынкам. Поэтому здесь очень интересные новые будут подходы к регулированию торговой деятельности. Поэтому осенью мы приступим к работе над этим законопроектом. И я являюсь руководителем рабочей группы. Поэтому мы, как только вот все это рассмотрим, сейчас очень много экспертов в этом плане мы привлекаем. Значит, мы потом будем уже конкретные позиции рассматривать и выводить их на закон. И еще хочу подчеркнуть, что именно вот, отвечая на ваш вопрос, очень большая идет работа над предпринимательским кодексом. И там, в защиту именно вот малого бизнеса, очень большие работы и предложения сейчас обсуждаются. Очень большое количество предложений поступило. Поэтому предпринимательский кодекс, это впервые он будет принят в Казахстане. Затрагивает очень много изменений, большой ряд законов и в том числе очень многих кодексов. Поэтому я думаю, что вы здесь тоже найдете ответы на эти вопросы. И вообще ваш вопрос, он как бы сегодня в поле зрения правительства и депутатов. Длина, вы сказали, что вы начнете осенью работать над законами. Когда они начнут действовать, хотя бы приблизительно, как вы полагаете? Ну, работа над законом обычно идет, ну, как бы определенный период занимает, потому что нужно принимать такие нормы, которые будут работать, а не просто будут записаны. И поэтому здесь идет тщательная проработка очень серьезных подходов, серьезных вопросов. Мы очень надеемся, нет, мы очень надеемся, что осенью мы уже примем закон о регулировании торговой деятельности и предпринимательский кодекс. Просто сейчас, почему мы его не приняли в конце четвертой сессии, дело в том, что принят план нации 100 шагов, и в 100 шагах расписано очень много позиций, которые должны быть закреплены законодательно. А чтобы они были закреплены законодательством, значит, за лето правительство внесет свои предложения, и тогда они уже приобретут форму закона. Елена Ивановна, к сожалению, время подходит к концу, но я понимаю, что вы еще будете какое-то время находиться в нашей области. Люди смогут оставить свои пожелания, свои вопросы, как вы сказали, в Нур-Уртане, возможно, где-то еще могут с вами встретиться, будет еще эта встреча. Все через общественную приемную Нур-Уртана. Все прекрасно, на этом мы будем сейчас завершать, будем заканчивать. Мы успели многое сказать. Да, многое хотели еще обговорить, вот мы перед эфиром разговаривали, хотели. Невозможно объять необъятное. Но мы выслушали вопросы и направления, поэтому это важнее всего, когда идет прямое общение, и услышать каждого это очень важно. Все, большое спасибо вам, всего хорошего вам, все в хорошем вам, уважаемые телезрители. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином Stock Fashion. Субтитры создавал DimaTorzok